Ещё одно невероятное открытие ждало в Кёльнском католическом соборе, где хранится знаменитый ковчег волхвов, тех самых, которые принесли дары младенцу Христу. Ветражи собора с изображением сцены поднесения даров были подписаны по-русски. Персонажами сюжета оказались не волхвы, а славянские боги. Голова каждого увенчана короной. Старик – это бог Рот, юноша – Перун, а волхв – женщина Макош. На нимбе вокруг головы младенца надпись «Сынок Марии». На лике Перуна написано «Славяне». Чудинов Валерий Алексеевич. Окончил физический факультет МГУ. Доктор философских наук, кандидат физико-математических наук, профессор кафедры культурологии и менеджмента в Государственном университете управления. Действительный член Академии фундаментальных наук, директор Института древнеславянской и древней евразийской цивилизации Российской Академии естественных наук. Председатель комиссии по культуре Древней и Средневековой Руси, Научного совета История мировой культуры Российской Академии наук. Перу Валерия Чудинова принадлежат десятки монографий и сотни научных публикаций. В них доказывается, географию Древней Руси, как высокоразвитой цивилизации, следует расширить на тысячи километров от Западной Европы до Урала. Историю Древней Руси пора углубить на десятки тысяч лет в прошлое. Русская письменность существовала уже в эпоху Палеолита, возникла 30 тысяч лет назад. Знаменитые Кирилл и Мефодий, якобы создавшие алфавит для славян, только компиляторы. Они приспособили древнейшую систему славянской письменности для церковных целей христианства. Все романские языки, как и латынь, произошли от русского. До мифического библейского смешения языков именно на русском общались народы Евразии. Старые европейские города, включая Рим, построили русские. Основа современной европейской культуры – русская культура. Одним из значительных достижений Валерия Чудинова является открытие тысяч новых источников древней письменности. Много лет назад он заинтересовался полиографией, расшифровкой текстов. Объектом внимания стали древнейшие надписи на культовых камнях, разбросанных по территории Руси. Эти надписи были сделаны рунами – особым типом письма, который ученые всего мира признавали скандинавским или германским достоянием. Однако на этих языках надписи смысла не имели. Ученые и не пытались перевести их на русский язык, потому что были твердо убеждены – до Кирилла и Меподия славяне письменностью не владели. Валерий Чудинов стал публиковать работы, в которых утверждал – руны исконно русские. Тексты читаются по-русски. Памятники древней письменности были, что называется, под боком. Некоторые очутились даже среди городской застройки, как, например, в московском районе Строгино. Камень будто покрыт апельсиновой коркой. На поверхности можно прочесть надписи «Храм Макожи» – зона солнца. Если мысленно соединить в рисунок ямочки на камне, получается ковш и надпись «Малая Макожи». Так древнерусские называли созвездие «Малой Медведицы». То есть я не знаю, эта конструкция, сколько сотен, может быть, тысяч тонн весит. И вот это сооружение наших предков. Что ж тут написано? Мастерская Макожи, храм Макожи. Да, ну, поскольку это действительно изображение, зооморфное изображение богини Макоши. Я вам сейчас показываю не что иное, как общий вид прусского герба. Это примерно 17 век, вот таким он был. Какие тут надписи читаются? Ну, во-первых, читается надпись «Микуленборг». Да, действительно, была такая область в Германии. Называлась «Микуленборг». Сейчас она называется чуточку иначе. Немцы взяли это название и сделали из него «Мекленбург». То есть «Борг» стал «Бургом», «Микула» стал вообще непонятно что. Ну, вот, «Мекленбург». Дальше написано «То Порусия сия». Итак, я давным-давно предполагал, что слово «Прусия» не что иное, как сокращенное слово «Порусье». И это, по-моему, многим филологам ясно. Как есть «Поволжье», как есть «Подвинье», так есть «Порусье». Значит, есть центр в виде Руси и его окраина, периферия, это есть Порусия. Мне тут что интересно? Ну, то, что они, мы в Руси, заметьте, да, в Агре это Русь, это не что бы то иное. Мы в Руси и русские, подчеркнуто. Вот как себя пруссы понимали? Ну, куда дальше? Тут вполне понятно, что в Агре это и есть Русь Варягов. Опять, я ничего не изобретал. Я просто прочитал то, что пруссы в 1548 году взяли и написали на своем герби. Это одна якобы из этрусских гробниц. Вообще-то, по большому счету, действительно этрусская гробница. Но вот давайте посмотрим, что на кирпичах написано. Вот смотрите. «Пять тысяч воев, остатки от траки, памяти воинов, могучих, сильных славян. Мы и анты, титаны Италии. Это могучие храмы славян. Это терема Мары. Понятно, Мара, богиня смерти. Маски рода, рода славян. Ну, как вам нравится? Вот я хочу, чтобы у вас осталась эта фраза. Мы и анты, титаны Италии. Вот пусть у вас кусочек этой фразы застрянет. Мы с вами титаны, и не только Италии. Мы титаны, наверное, всего земного шара. Спасибо. Спасибо.